Ребят, всем привет! Меня зовут Николай Алексеев, с вами снова с Настей! Здрасте! В этом выпуске, как и обещали, расскажем вам все основные нюансы по ловле сама, так скажем, азбука юного самятника от А до Я. Главным ведущим сегодня и все нюансы вам расскажет Ян Миллер. Погнали! У-у-у! Не, тут что-то... Не доходим, маленький! Кросс-тест по ролке! До 120 граммов! КОРЯГА ОЖЕЛА, БЛИТ! Продолжаем нашу самовью экспансию в 5 утра. Лакшери Вилладж. На своем любимом спальнике, за последнее время ставшим уже. Спалось недолго, но очень счастливо. Вот, три часа и снова на воде. Комфортабельный лайнер, готов к штурму самому. Утро этого дня у нас началось не сильно рано, около пяти часов утра мы встали. Ну и, в общем-то, планировали где-то полшестого в шесть выехать. Когда мы выехали из протоки уже в Рыбинское водохранилище, мы увидели, что там достаточно сильная волна, ветер дует как раз на нас, гребешки так называемые. Ну и мне показалось, что ловить в такую погоду не очень комфортно. Я говорю, Ян, может быть, поедем, пока уляжется волна. Но Ян говорит, давай дело принципа, попробуем в таких непогодных условиях поймать сама. Потому что, как я понимаю, самая главная сложность была в том, что волна большая. Я не понимал еще, как нужно располагать удилище и, соответственно, как Ян будет квочить. Потому что, ну, просто попасть в воду было сложновато. Когда мы выехали на воду, положили удилище, Ян говорит, что так как волна достаточно большая, удочки начинают кончики колбасить. И, соответственно, видно прям, как грузики болтаются в невесомости. А так как я уже на опыте Яна понял, что ничего не должно колбаситься, он говорит, что удочку лучше взять в руки. И, соответственно, тем самым, когда ты в руках сам амортизируешь, ну, как бы балансируешь, у тебя нивелируются вот эти вот колебания и становятся они более плавные. Соответственно, в какой-то момент я тут ел эти какие-то сухари тут рядом. Я понимаю, что мне что-то с той стороны прямо туда прямо ударило. И я недолго думаю, то есть, подсечка-то как бы щучья судаковая уже отработана за последние годы. И я просто не ждя ничего там, никому не отпускаю, просто сразу беру всекаю. Нифига себе ударил! Я просто и думал, как судак, что-то падает. Думал, куда? Да. И вот туда же, в обратку, все. С паровкой делают. Надо разворачивать. Разворачивать, на парус пройти. Давай. Блин, тут не вывалится бы из лодки еще. Давай, смотри нахуй. Надо здорово. Причем не просто какая-то... Эта, терка, да? Вообще не идет, короче. И начинается вот это вот вываживание первого сама этого дня. Ну, поклевка была, конечно, я вам скажу. Я до сих пор, мне кажется, помню ее в руках. Ну, я ничего не могу с ним сделать особо. Я не пытаюсь пока. Ты все, якорь достал? Да, достал. Как зацеп. Ну, как пошел. Как пошел, только... Он тоже подустал, вроде. Первые-то рывки были такие. Плюс он хотел мне рассказать, что я не судак. А его все как судака, блин. Ну, только хорошее. Пятнашечка-то точно есть. Можешь и есть, да. Может и побольше. Если получится, может попробуем взвесить его в сумке. Да, может туда его. Давай я на тебе на этом. Попробую его подвести. Прежде всего, был бы стакан. В стакан воткнул. Фрикцион расслабил и спокойно занимайся ем. А так, хорошо учту. Рад в предложении. Что, я не буду с этим обниматься. У меня не та куртка. Все, много тигров отступилось. Давай, сонка. Смотри, покажи, что с ним. Ну, хвоста, хвоста. Оттуда разверни. Какой-то... Бил, бил, блин. Хвостом, да, кого-то. Кто-то укусил его за хвостом. Пол хвоста. То есть, он вроде парень-то сильный, толстый, а короткий. Такие тоже бывают. Лисы вроде 40 килограмм должны быть. Развернуться. Давай, разворачиваем. По-моему, что-то такое 19 килограмм. Сейчас посмотрим. Тут максимально близко надо. Чуть вот где-то так, да. Не знаю, видно, не видно. Короче... Ну, где-то 19-20 килограмм. Примерно. То есть, вот он просто скачет. Волна постоянно. Не очень удобно. Короче, будем считать 19. Такой короткий. То есть, если бы он дорос бы, до нормального бы размера с хвостом, я думаю, что он был бы там килограмм 22, наверное, да? Конечно. Ну, он сейчас еще отъест. Ладно, поехал. 5-27. Давай попробуем так. В воду попробуем. Ну, то есть, перенесешь, попробуешь в это. Да, да, конечно, как договаривали. Я сейчас его попробую. Да что, уже тепло стало. Подожди, жампучи. Еще не готов. Подожди, давай. Не, ну, с вами ровно. У нас берегонка. Соответственно, дальше мы продолжили ловить таким же способом. То есть, я держал в руках удочку. Что-то долго, мне кажется, не было поклевки. Мы что-то тут блуждали, переставлялись. И потом хлоп, опять туда. Ёкарный баба. Я думаю, опять там кто-то мне позвонил с той стороны. То есть, такая поклевка была. Но она не такая уже была, как первая. Она была такая уже... Вот первое ощущение, что рыба по мелочи. То есть, она какая-то такая вот... Что-то там дернуло. Ну, я, короче, опять сразу всек. Ну, и когда начал лаживать, я уже понял, что там рыбина не особо большая. Такой сомик, по-моему, самый маленький, наверное, с этой поездки. Хотя он больше 90 сантиметров был. Ну, поклевка была прикольная. А он на два крючка, по-моему, сидит. Он на два в крючках сидит. Хорошие крючки. Вот, смотри. Евросомовский. Евросомд делает хорошие крючки. Отличные просто. Роберт, тебе привет. Большущий привет. Как тебе прозвольную сейчас. А потом, что? А потом сразу произошла практически... После того, как мы отпустили, и практически сразу произошла вторая поклевка. И вот это был уже такой хороший боец. Да, 13-13. А, 14-12. Блин, что-то там... Глюк у меня только уходит. Традиционно, делая тоже. Может, пару суток не убирать? Да, 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 да. Может, не убирать. Брюна зашевелилась. Да, нормально так раз взвернул. Это 20-ка. Ну, как ты и хотел покататься? Он что-то пошел, пошел, видимо, ну, там, ну, 12-15 как бы, да? А он что-то говорит, не, нифига, говорит, не дооцениваешь мои силы. Я уже, видишь, даже уже не особо церемонюсь с ним. Знаю, что удочка дает возможность. Нет, этот, что-то, не такой маленький. Что-то я переоценил свои силы. Боец попался, вообще лютый. Сбил меня с толку. Пузыри послали. Ась уже ближе к выходу. Фу, блин. Ян, всплывая. Такая тоже 20-ка, да? Да, по 20-ке. По нормам Рыбинска водохранилища. Кстати, смотрите, какие нормы в этом году на вылов сама. На Рыбинска водохранилища разрешено ловить сама, по-моему, после 5 июля, правильно? До этого не ресту и запрет. Изымать из водоема рыболовы могут не более одной особи на, соответственно, рыболовы. В данном случае мы можем добрать. Но нам столько не нужно. Одного, может быть, заберем, может быть, этого, а может быть, другого, но это не точно. Ну что, изъятие? Да, все. Давай, держи тогда, давай сумку сначала распрягай. Все отмывает. Ну что, давай взвесим. Решили все-таки вот этого одного взять. Одного на двоих. Сейчас взвесим, сколько весит там. Ну, тху, двой. 17 килограмм всего. Ну, я вам скажу, конечно, 17 килограмм фоткаться с ним очень тяжело. То есть на воде мы были в 6, пока нашли русло, пока все дела. За два часа мы поймали три сама. А, 19, 17 и малыш там 10 где-то. Или там 9, что-то такое. Вот такая рыбалка на Рыбинском водохранилище. Ну, не у всех. Все в соплях. Самови, сопли вообще никак не отстирываются. Если лещовые отстирываются, то самови вообще никак. То есть походу костюм уйдет в спецовку. Во, 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 во. Я сгорю, я отняв! Что, будешь? Тот, тот, тот. Так, давай сзади снимай. Давай. Ты что, не торопись? Не, я раскрутил. Да, я думал. Чтобы он не устал. Так, давай телефон. Кросс-тест по ролке. До 120 граммов. И это не коряга. Или как там говорят на ютубе. Коряга ожилавлен. Вот такое. Это, походу, 25. Это сегодня самый крупный сом. Четвертый сом был самый крупный из этого дня. Он потянул практически на 24 килограмма. Ребят, уже несколько месяцев я тестирую вот такие вот костюмы. Вы могли меня видеть и на различных съемках. От Ярославля до Владивостока проехал этот костюм. Я ловил разную рыбу. Змееголова, краснопера, карася, леща, самов на Рыбинском водохранилище. Так что можно смело говорить, что костюмы очень удачные получились и удобные. Сейчас, кстати, через Озон можно купить эти костюмы со скидкой 20%. Бонусом каждому костюму будет наградной, так скажем, шеврон с нашими логотипами. С Настей Здрасте, с нашей костлявой рыбой. Из этой ткани костюмы доступны в разных цветовых решениях. То есть вот у Яна, например, есть такой оливковый. Есть потоньше на более жаркую погоду. Есть потолще с разным расположением карманов. И еще бонусом к каждому костюму идет антимоскитная сетка, которая защитит вас от комаров. Как-то так. Ну и не забывайте, по промокоду СНастей Здрасте вы можете приобрести такие костюмы со скидкой 20% через Marketplace Озон. Оставайтесь с нами. Кто не смотрел первый выпуск, Ян занимается ловлей сама уже порядка 15-17 лет. Он знает и любит эту рыбу больше всего, так что от него, я думаю, сейчас вы получите максимальное количество полезной информации, которую можете применять на практике, на всех водоемах, в принципе, на которых вы ловите, на своих, так скажем, родных. Я вам расскажу тонкости о ловле сама. Ловлей сама я занимаюсь 17 лет. Это мое основное направление по рыбалке. Сом – это одна из самых моих любимых рыб. Ну, одной из самых главных при ловле сама нужна лодка. Лодка, я считаю, опять же, по моему мнению, с лодки лучше ловить с ПВХ. Объясню почему. Потому что я ловил из железных лодок, то есть с алюминиевых. С алюминиевой лодки, когда квочешь, там получается, как вам объяснить, звук такой, резонанс. Получается немножко другой звук, не как с ПВХ. Потому что звук отдается от борта и получается резонанс. Вот кто квочил железных лодок, они знают, даже когда квочет, человек под ногами даже гудит. Я считаю, что это немножко мешает. А с ПВХ лодки такого не происходит, во-первых. Во-вторых, с ПВХ лодку я считаю, что лучше еще даже с надувным дном. Так как сом боится ударов. То есть можно даже в лодке разговаривать. Это не так как бы влияет на клев. Если стукнул, например, по дну, сом сразу уходит. То есть железных звуков железо сом вообще не выносит. А на лодке ПВХ, если даже что-то уронил, у тебя как бы он даже ничего не слышит. Даже можно немножко топать. Ну не то, что топать, а даже ходить, передвигаться, если эта площадь позволяет. Звук глухой такой. Да, звук глухой получается. Она как бы забирает звук, глушит. А с железной лодки такое не получится. Расскажу немножко про спиннинги, которые я использую. Я ловлю на спиннинг 100-400 грамм. Грузила использую от 150 до 180 грамм. В зависимости от ветра, от течения. Как это все влияет на разницу грузов. Я это все потом на воде расскажу и покажу. Катушки я использую мультипликаторные, тяговые. Потому что рыба крупная. Плетеный шнур я использую где-то от 0,5 до 0,65. Оснастку я использую с двумя крючками. С силиконовой трубочкой и вот таким вот вертлюжком. Вертлюжок у меня до 60 килограмм. На вертлюжок я одеваю термоусадку. Так как убираю все железо. Стараюсь просто все железо убрать. Потому что для сама это... Ну как бы... Не могу точно сказать, то ли он обжигается. Кто-то говорит, током бьет. Но я думаю, реально он просто обжигается. К вертлюжку я одеваю поводок из поводкового материала. Диаметр я использую 1,2. На разрыв она где-то... Не где-то, а на 140 килограмм. Но на 140 килограмм это как бы даже слишком. Крючки я использую 6,0, 8,0. Евросомовский. Один крючок у меня Евросомовский. Но хорошие крючки. Но это подгон нам был. Это да, это Роберт Николаю отдал. А Николай мне. Вот мы их протестировали. Сходов не было. Сходов ни одного. 7 поклевок, 7 рыбин. На плетенку, которая у нас выходит с удочки, одеваем вот такой вот грузик. Под грузик обязательно одеваем силиконовый шарик. Силиконовый шарик объясню для чего. Грузила, стукается, а вертлюшок. И получается железный звук. Железного звука сом боится. Поэтому вешается вот такой вот силиконовый шарик. Вот мы его повесили. Дальше берем. Привязываем к вертлюжку. Ну, узлы там у всех разные. Можно петелькой привязать. Можно такой вот, типа восьмерочкой. Вот что у вас получается. Вот такая вот снасть. Вот, чтобы вы понимали. Вот этого звука, вот этого звука сом боится. Соответственно, я смотрю, у тебя снастки навязаны. То есть, если затупился крючок или там что-то пошло не так, то можно просто... Ну, можно, да, спокойно. Вот здесь у меня все на петельках. Вот здесь раз ее снял, вытащил другую, повесил к вертлюжку. Вот, чтобы... Здесь вот плотно привязано. Вот, наглухо, так скажем. А поводок можно менять. Потому что бывают такие ситуации, что нужно по длине поводок. То есть, когда волна сильная, ну, то есть, качка сильная, можно делать по длине поводок. Ну, где-то метровый. Вот. А так, в основном, я делаю сантиметров 70. Этого достаточно. А какие груза по весу обычно используют? В зависимости, как я понимаю, от условий, там, волны, ветра. От волны, от ветра, от течения. Я использую, вот, ну, вот, по моему тесту, по 100-400, я беру 150-180 грамм. Вот это грузило весит 210 грамм ровно. То есть, я их взвешивал. Вот, я их сам делаю. И так же в термоусадку, да? В термоусадку, да, в термоусадку, у меня здесь есть, я беру, в термоусадку посадил, обжег ее, все. Вот такое грузило получается. Дешево и сердито, да? Это я все сам, потому что, ну, как бы, мне это все интересно. Я заморачиваюсь. С лодками разобрались, оснастки понятны, наживка у нас есть. Дальше что мы делаем? Мы выдвигаемся на точку. Как правильно и вообще в каком месте начинать ловить сама? Ну, если ты выезжаешь на незнакомый водоем, ну, возьмем, к примеру, Рыбинское водохранилище, да? Выезжаешь, открываешь карту. Ну, лучше, конечно, хороший эхолот. С глубинами. С глубинами, да. Карту глубин и смотришь, в какой ты локации находишься и что у тебя есть поближе, где есть глубина. Или есть русло реки, или есть затопленное озеро, или есть бугры, или есть перепады глубин. Ну, такие вот более-менее. Я все время смотрю, где есть русло реки и где побольше глубина. Я сразу еду туда. Начинаю оттуда. То есть, самого глубокого места. Самого глубокого места, да. Лучше с русла. Там же много речек затопленных. То есть, правильно я понимаю, то есть, ну, вот, как я увидел, в принципе, можно использовать простой бюджетный эхолот, который обладает режимом просто даунскана, то есть, сканированный вниз. Конечно, конечно. Который показывает глубину и рельеф. И этого достаточно. Конечно, Николай, можно. Это безусловно. Лишь бы он показывал глубину, температуру воды, скопление рыбы. Если скопление рыбы и рыбу будет показывать, то подъем он по-любому показывать будет. То есть, и даже, может быть, еще лучше для ловли сама эхолот простой, который однолучевой, который показывает четко, что у тебя происходит под лодкой. То есть, подъем, если ты увидел подъем, значит, он у тебя уже точно 100% под лодкой. А вот сейчас затронул. То есть, с какой примерно температуры воды начинает активно ловиться и кормиться сом? Активно кормиться сом, я думаю, что где-то после 18 градусов. Вот это по рыбинке, из моего опыта. Заканчивает при какой температуре? Заканчивает где-то 14. Ну, я заканчиваю ловить при 14 градусах. А когда самая вот раздача, когда самые крупные самые клюют? Самые крупные самые клюют... На рыбинском, да, конечно. Ну, сейчас если... Так, как ты их найдешь. Понятно. Терпение и труд все перетрут. Совершенно. Вот. Золотые слова. Поехали дальше. То есть, когда мы нашли точку, опустили оснастки, вот здесь должен быть сом. Дальше, соответственно, как я понимаю, мы достаем квоки. Потому что я тебе задал такой вопрос, а можно ли поймать сама без квока? Сама без квока, безусловно, можно и поймать, и без квока. У меня таких случаев не было. То есть, я пробовал как-то, вот думаю, ну, бывало так. Отпустишь, встал на точку, да, отпускаешь. По телефону кто-нибудь позвонит или еще что. Ну, без квока, без всего. Потом раз, он откуда-то появляется без квока. Но он почему-то подходит, и все, и ложится обратно. То есть, такое ощущение, что квок его раздразнит. Ну, об этом даже можно очень много рассказать. Что такое звук этот, что про этот звук рассказать. Почему он поднимается. Это можно долго рассказывать. Ну, давай тогда. То есть, без квока, без квока. Вариантов больше с квоком поймать. Давай тогда, чтобы зрителям было понятно, что такое вообще квок. И как он выглядит. Какие здесь нюансы основные? Как я понимаю, здесь то, что я понял с твоих слов. Это вот здесь самое главное, какие-то наклоны. И, соответственно, сама вот эта вот пятка, которая дает звук. Да. Здесь главное то, что вот, как бы, удобная ручка, перо. Но не совсем толстая. И самое главное, вот этот пятачок. То есть, от пятачка, вот от этого вот, вот, от диаметра пятачка зависит звук. То есть, чем больше пятачок, тем он сильнее и глуше получается. Чем меньше пятачок, тем он звонче и такой вот более мягкий такой звук получается. Вот. На мелководье лучше, конечно, использовать где поменьше пятачок. То есть, он, ну, такой помягче звук. А где поглубже, там надо так, прям вот, чтобы пробивало до дна. Вот. Такой звук нужен. Это же твоя, собственно, насколько я знаю, разработка? Сколько лет ты к нему шел? Это у меня друг тоже. Да. Мы вдвоем это все делали. Это не я, не моя заслуга. Это мы вдвоем все делали. Вот. Пробовали. Заморачивались даже до такой степени. Три года не могли поймать. Сами делали, нам никто не подсказывал. Смотрели передачи Щербакова. Вот. Евросом. Виталию привет, кстати. Вот. У него подсматривали. До сих пор подсмотрю. Заморачивались до такой степени, что даже Сергей квочил с лодки. Я брал наушники от смартфона. Вставлял в этот стакан с водой. Отпускал под лодку. Измеряли децибеллы. На компьютер Сергей переводил. Смотрели звук сама, когда он питается. Вот эти децибеллы. Ну, заморачивались по полной программе. И все-таки в Астрахани на третий только год брали с собой бормашинку. Заготовки. Брали с собой вот такие вот заготовки. Там клеили. Бормашинкой доделывали. То есть так заморачивались. Но все-таки уперлись и все сделали. Поймали мы на третий год только сама. Я поймал на 7 килограмм первого сама. То есть и сколько лет ты вот этим квоком булькаешь? Ну вот именно этим. Так просто протестировал. Именно этой модели. Этой моделью я квочу 17 лет. Нет, обманываю. Так, я квочу 14 лет. 14 лет. Вот у меня один квок. Из 100 квоков я себе подобрал под руку. Один только квок. Вот он у меня. Ну, потом я его покажу. Забороченные эти самятники, конечно. Ужас. Яна, а есть какая-то специальная техника квочения? Квочения есть. Техника квочения есть. Вот допустим, вот этой вот моделью, так ее назовем, обзовем, не знаю как. Вот. Он у меня практически, я работаю только одной кистью. Как говорят, кистевой, локтевой квок. Ну, помогаю локтям, а так в основном кистью. Вот. То есть у меня своя техника. Конкретно вот прямо вот взять и там вот именно там показывать, там взять этот квок, делай вот так, делай. Вот под этот квок у меня есть. А под другие квоки мне надо будет притрендоваться. Так. Тест нового квока нашего образца. Наливаешь воды, садишься на край ванны, если дома у кого ванны есть. Вот. Вытягиваешь руку, дотрагиваешься до воды. Вот, чтобы два пальца, два пальца. Только-только воды касались. И начинаешь. Это чтобы не потерять навык. Ян, смотри, то есть в этот раз мы ловили с плаванием, плавающим, так называемым, парашютом, да, этот якорь плавающий. А есть, я видел, самятники, которые встают стационарно. То есть на дно опускают якорь, вот этот металлический, адмиралтейский, да, и стоят. В чем преимущество того или иного способа и какое лучшее? Я понял. Преимущество, ну, как сказать, вот этого якоря, который стационарный, да, вот, ты нашел сама, допустим, встал и начинаешь его выбивать. То есть бьёшь, 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 паузу дал, бьёшь, бьёшь. То есть ты никуда не смещаешься, ты стоишь на одном месте. Плюс второе, то, что он может подходить. То есть тебя никуда не снесёт, ты стоишь на одной точке. Дальше. На урезе то же самое. На урезе. Урезы обычно на русло небольшие, закинул опять стационарный якорь этот, встал и начинаешь бить. То есть, куда ты захотел, туда ты и встал. И стоишь стационарно, долго бьёшь, выбиваешь этого сама. А с якорем-парашютом мне больше нравится, потому что ты его кидаешь и потихонечку проходишь, пробиваешь все вот эти вот места, все вот эти вот места и пробиваешь большую площадь, понимаешь. И поэтому я ловлю вот в основном с якорем-парашютом. Ну, это стационарно тоже имеет свойство быть. Люди ловят и удачно ловят. Я знаю, кто так ловит, но я ловлю лучше так. Но если очень уж сильное течение или очень сильная волна, допустим, то тогда можно встать и побить со стационарного якоря. Ну, то есть, получается, что когда ты на парашюте сплавляешься, получается, что... Площадь больше. Площадь, и ты активных самов можешь больше собрать, чем на одном месте ты ждёшь, когда они к тебе подойдут. Совершенно верно. Расскажи, вот, про... Там есть какие-то нюансы в расположении удилищ на лодке. Ну, начну немножко издалека. Допустим, если я кидаю сзади себя якорь-парашют, вот, ловим справа, то есть, по ходу лодки, вот, справа стоит спиннинг и слева стоит спиннинг. Клюёт всё время на правой. Кидаешь на нос якорь-парашют, то есть, тебя разворачивает, получается, наоборот, клюёт с этой стороны, а с левой стороны по ходу лодки, а с правой стороны хуже клюёт. Ну, клюёт, но хуже. С чем это связано? Это связано с тем, что какая наживка ближе к квоку, то есть, какая более ближе к квокам, на ту он и клюёт. Вот так ложи её, вот так вот далеко не высовывай, вот так вот, чтобы она у тебя не так не сильно была, это. Видишь, как он работает спиннинг? Да, вот у тебя тоже вот там поддёргивает, это крючочек так поддёргивает, прямо видно по кончику. Это грузильца поддёргивается, естественно, крючок так же поддёргивается чуть-чуть, видишь, видишь, он так отрабатывает, вот это нормально. А когда он, дальше высунешь его, у тебя амплитуда будет больше, понимаешь? И он не любит такой фигня, да? Он не любит, да, такую фигню. Потому что удар идёт квока, вот, сверху вниз, то есть, звук получается ровно, чётко сверху вниз, и вот к этому звуку, которая наживка ближе, на то он и возьмёт. Ну, это, как сказать, чаще это бывает, так скажем. Давай затронем тему поклёвки и подсечки, то есть, я понимаю, поклёвки бывают разные, а подсечку тоже в определённый нужный момент производить. Вот, как ты считаешь, нужно правильно вот к этому моменту относиться? Ну, поклёвки разные бывают, сом по активности разный, активностью сама разная. Поклёвки бывают, просто вот он взял, допустим, и потихонечку начинает загибать. Берёшь спиннинг, аккуратненько прямо, у кого бойтренера нет, допустим, вот как у меня просто обыкновенный мульт, вот, я беру спиннинг и потихонечку ему просто вот так вот сдаю, 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 вот, раз, остановил, чувствуешь, он тянет, спиннинг уже в воде, и, ну, то есть, всекаю. Ну, тут уж все по-разному, ну, не обязательно там сдуру там драть там его, нет, не обязательно, просто дёрнул немножко и всё, и сразу там немножечко надо ослабить фрикцион. Другая поклёвка. Бывают такие поклёвки, что, допустим, квочешь, квочешь, он раз, и резко прямо, вот, прямо конкретно, прямо раз, и загибает. То есть, тут уже ждать ничего не надо, главное спиннинг поймать и успеть. Можно его потерять. И можно прямо, да, чуть-чуть всё к его, и всё, и уже работает. А вот смотри, ещё нюансы, да, то есть, вот, в первый день, в первом выпуске мы ловили в штиль практически, ну, маленькая волна была, то есть, на судочке лежали на бортах. Во второй день ты посоветовал, что, чтобы минимизировать вот эти колебания волновые, лучше взять спиннинг в руки. И я реально ощутил совершенно другие эмоции, когда у тебя в руках спиннинг, ты чувствуешь поклёвку, то есть, на этих волнах были поклёвки реально такие, как будто чуть ли там не между жерех, и судаком. В чём здесь, вот, почему так происходит, почему, или это просто день был активней, сом был, или по-другому ощущается? Не, во-первых, конечно, если в руках держишь, конечно, по-другому ощущается. Ну, просто день такой, ну, в штиль, вот, когда штиль, обычно сом берёт мягче, то есть, он, ну, такой, мягкие поклёвочки такие, он, ну, это сам, наживка не так дёргается, а, допустим, когда ветер, ветер, начинаются более такие сильные колебания, то ли его раздражает больше это всё, то ли ещё, обычно-то они такие, немножко, по-такие жестокенькие. Ну, у меня, когда была первая поклёвка, я-то что-то сидел опять отвлёкся, как обычно, то ли там сухари какие-то грыз, и, то есть, я почувствовал, как будто мне судак там какой-то крупный килограммов на семь ударил, я просто в ответку ему всёк, и поймал тогда первого сомана в этот день. Николай, у тебя вот из семи поклёвок ни одной не было такой вот жёсткой поклёвки, нормальной, хорошей, прямо так, с загибом, с таким, с ударом, вот, у нас такой, такие они все щадящие у тебя были. То есть, это ещё, значит, всё ещё у нас впереди. Всё у тебя ещё, у нас ещё, да, у нас ещё всё впереди, так что увидишь ещё такие жёсткие поклёвки. Давай поговорим про оснащение. Вот по физиологии, анатомии, как назвать, у сама такая во рту достаточно очень толстая щётка, и вот как меня тогда научили ещё сомятники Роберт и Виталий, что нужно иметь перчатки из очень прочного материала, чтобы, потому что сама правильно брать за нижнюю челюсть. Я начинал, начинал вот с таких вот перчаток, вот, вот просто обыкновенные дешёвые перчатки, но в таких перчатках, если крупный сом, у него щётка такая, ну, серьёзная, то есть берёшь за нижнюю челюсть, начинаешь тянуть его, всё равно царапаешься, вот. Средние перчатки, вот более-менее такие, это уже вот такие вот прорезиненные, кстати, вот, которых ты ловил, да, вот таких пятнашечка их можно брать, а я использую вот такие вот, вот, вот такие вот конкретные перчатки. То есть, сварочные, сварочные, да, я в прошлом году, сколько у меня был, 2,20 сом, самый большой, да, 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 в прошлом году, вот, я убрал вот именно вот этими, и всё, не проколол ничего, и поэтому я вот использую вот такие толстые перчатки, ну, это, по-моему, сварочные. Чем толще, тем лучше. А ты говорил, для чего нужен нож всегда в лодке вместе с перчатками? Нож всегда в лодке нужен для того, чтобы, если ты ловишь на урез и один, вот у меня был такой случай в Астрахани, зацепил я сама на урез, ну, я потом расскажу, что такое урез и покажу, что это такое. В следующих выпусках. В следующих выпусках, да. Он меня так потащил, блин, и у меня так немножечко петелька накинулась на пальчик, чуть пальчик не сломал, вот, и поэтому, если допустим, допустим, как бы, петля получилась или на руке, там, или на ноге, или там где-то он зацепился, крупная рыба, у тебя снасть такая серьёзная, крючки толстые, то есть он нисходит, чувствуешь, что тебе, ну, то есть, опасность для твоей жизни, это лучше его обрезать. Второе. Если ты зацепил зацеп у тебя, например, у тебя, ну, я потом ещё покажу, как с зацепом бороться, потому что снасть тоже толстая, там, на руку не намотаешь, просто так не оторвёшь. Если чувствуешь, и там тебе это надо всё побыстрее, это легче просто ножом отрезать, и всё, если волна там или течение сильное отрезал, дальше поехал. Привязал новую оснастку? Да, 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 привязал, это легче, чем там мучиться. Так что, ребятки, если вам понравилось это видео, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше таких видео с самами, с крупными рыбами, и оставляйте свои комментарии, что-то мы сделали, может быть, не так, или у вас есть свой опыт, и вы им хотите поделиться, с нами, может быть, мы даже что-то применим в следующих выпусках. Так что, увидимся в новых выпусках, пока! Пока! Итого, за два дня, два раза по три часа мы поймали семь самов, в общем весом примерно 125 килограммов. А оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!